Поехали! Далеко не в самый подходящий период моей жизни. Именно в этот период я очень много обдумывал, что происходит со мной, с моей карьерой ютубера, стримера. Вкратце говоря, были беды с башкой. Из-за этого в первых роликах я неестественно спокойный, в других где-то уже неспокойный, а где-то вообще шизею. И зрители это замечали, и из-за того, что они это замечали, мой чердачок протекал ещё сильнее. И вишенкой на всём этом торте шизы и безумия зиждется факт того, что игра просто-напросто кал говна позорный, который с абсолютным неуважением относится к игроку. Конечно, можно считать, что это наоборот плюс, и шиза моя наоборот стала художественной частью данного куска контента, но мне лично от данного факта легче не становится. Ну вот действительно, от чего мне стало легче, так это от осознания. К игре я относился с абсолютным уважением. Пытался её анализировать, старался над сценариями, старался над роликами. Увы, но это был абсолютно неверный подход, так как сама игра относится без какого-либо уважения, а потому и отношение к данной игре должно быть соответствующее. Присаживайтесь и готовьтесь, так как сейчас вы будете лицезреть один из самых тяжелодавшихся мне роликов. Готика 3. Отвергнутые боги. Финал. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные зрелые. Я оттягивал это долго, но пора, а потому давайте без лишних слов продолжим, ибо я так соскучился по этой игре, а уж тем более по её диалогам. Хотите что-то купить? У тебя есть выпивка? Нет. У тебя есть оружие? Нет. А что у тебя есть? Сошёные головы орков. Когти орков. И кто их покупает? Люди. Ох, ну и забористые же тут диалоги. Прям чувствую, как мои мозги набухают от индусских смыслов. И в очередной раз хочу похвалить пиране за то, что сделали оригинал. Оригинальная готика настолько прекрасная основа, что даже такое убогое DLC неплохо выглядит и звучит. Ну да ладно. Двигаемся дальше. А дальше я вам расскажу про абсолютно замечательный сайт Купикод, где он может покупать игры, пополнять баланс и делать прочие замечательные штуки. Для тех, кто в Тусарк и в Танке, сервис Купикод это не просто сервис, а целая экосистема, идея. Ребята делают упор на честность, развитие комьюнити и даже организовывают турниры и предлагают систему лояльности. На сайте доступны игры самые разные, а ещё те, которые работягам из РФ недоступны. Но благодаря Купикоду их можно спокойно получить на свой аккаунт, без нужды регать новые и прочего геморроя. Никаких паролей, только ссылка на аккаунт. Вот допустим, покупаешь балдёжную игру про ковбоев, вводишь ссылку на аккаунт, юзаешь промокод и оплачиваешь. Потом к тебе в друзья добавляется бот и двоечка выписывает гифт с подарком. Всё легко и просто. А ещё у Купикода самые низкие цены на покупку игр гифтом. По моему промокоду комиссия снижается аж на 10%. Покупать игры становится даже выгоднее, чем пополнять через тот же Киви, но действие промокода ограничено. Библиотека игр Купикод абсолютно идентичная библиотеке Стима, а потому выбор не ограничен. Плюсом для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждую покупку. А ещё на сайте постоянно проходят розыгрыши игр. Получай билеты за покупки и участвуй в розыгрыше 50 себе призов. Купили арт-призов. Сервис Купикод. Играми ты дёшево дайся и более не парься. Наша петрохка решает поболтать с Ошем и тот такой. Ты выполнил много заданий. Устал? Передохнуть не хочешь? Хочу. По первой я немного опешил от внезапной доброты в готике, а уж тем более тут. Но за данными словами скрывался хитрый умысел. Но не Оша, а индусов этих. Будь они неладны. Ош спрашивает Шапитоху, что тот думает насчёт орков. И тут вы не поверите, случается ситуация не хуже выбора между Йорвитом и Рошей из Ведьмака 2. Так как от нашего ответа буквально зависит то, чем мы будем заниматься ближайшее время в игре. Я решаю подыграть Ошу и вместо того, чтобы ругать орков, говорю, что они очень даже норм пацаны. На что тот говорит, «Серьёзно?» «Да, серьёзно!» И отправляет нас передать послание Тороса Горду, дабо заключить мир. Я пришёл в Готу, походил, купил очень клёвую шапку. Теперь я рогоносец. Иго-го-го-го-го. А ещё наш поц увидел курящую бабу и сразу начал расспрашивать, почему-то огорюет. Видимо, курящие бабы это по дефолту думерши. С её слов, кстати, её мужа шпиона убили орки, порубили на куски и раскидали помертани. Нашла она только голову и туловище. Этих частей тела хватило на то, чтобы собрать никого, Ичича. Это ужасно, госпожа. Но это не суть, и я опять отошёл от темы. Ох уж этот я. Мы идём к главному охраняли ворот и представляемся ему. Я пришёл от Треллиса. У меня для Горна важное послание. Треллис? А ну стой! Тебе нельзя к Горну? Спокойно, я просто гонец. Я должен передать Горну это послание. Отдай послание мне. И я сам передам ему. Жди здесь. Стража, не сводите с него глаз. Если сделает хоть одно неверное движение, оторвите ему ноги и скормите падальщикам. Хорошо. Чему это хорошо в конце было? Ну да ладно. Вы уже чувствуете, что вот сейчас какая-то говнинка будет, и вы не ошибаетесь, так как чел приходит и заявляет, что нас посадят в темницу. И посадят, потому что крыса Ош, вместо договора о перемирии, решил нас сдать местным. Да. Охранник по имени Ерол предлагает нам подкупить его за 5000 монет, но мы, разумеется, отказываемся, поскольку сосни мою булаву, ментовская ты крыса, и у нас все конфискуют и отправляют за решетку. Господи, как же я устал от этой игры. Помогите! Отсижу за чужие дела. Располагайся. Будь как дома. Заскучаешь, разглядывай красивые кровавые узоры на стенах и потолке. Ах да. И не ешь мясо с пола. Кто знает где или кем оно побывало. Захочешь есть, пить или еще что-то, нас не зови. Правда? Ему даже договорить не дали. Он просто... В какой-то момент он снова возвращается и заявляет, что мы отныне раб некого Игнатуса. Значит, ты новый раб. Он относится к нам как к говну и отправляет на луга собирать травы всякие. Да, вот такое ныне геймплей. А вы как хотели, соскучились по репе и старой готике. Вот, получить. После того, как мы приносим ему растение лечебное, он отправляет нас на все тот же лук собирать уже растение маны. Я не жалуюсь, ибо, ну, а смысл? Надо было раньше думать, прежде чем за эту серию ролик всадиться. Благо, это садомит длится недолго. В поле я совершенно безоружен. Благодаря данному факту, ирония судьбы сводит меня с гоблинами, которых я уже свожу с местной солдатней, которая до этого в поле тренировалась. Именно тут мы заводим знакомство с челом по кличке Гарик, который, как оказалось, является приближенным Горна. И давно ты на стороне Горна? Очень давно. Говорят, что мы с ним как муж и жена. Во как. И в общем он рофлит и уграет над тем, что мы рабу Игнатоса, но угорает без злого умысла и вообще предлагает нам помощь по возволению из рабства. Игнатос соглашается, но только если Гарик заплатит целых 11 монет. Именно столько и стоит жизни нашего урода. Правда, увы, у Гарика имеется только 10 монет. Наш юротивый по этому поводу вопрошает. Почему так мало? Почему так мало? Насколько же разработчикам и локализаторам насрать? И это очень обидно, так как я, так и говоря, относился с серьезностью, пытался что-то анализировать, что-то разжевывать, в то время как игра... Теперь же нам буквально необходимо идти и побираться ради одной монетки. Однако наш герой смекалистый, а потому он обманным путем навалил лапши на уши солдату, сказав, что это он собирает, но гуманитарку пострадавшим. И это, конечно же, ложь. Это просто жесть какая-то, ибо, ну, в этой части наш герой реально сочетает все какие-то уникальные черты ублюдка, социопата и кринжового терпилы. Все деньги отдаем хозяину, ливаем от него Гарику, но по факту еще из рабства не выходим, так как ныне мы работаем на Гарика и должны выполнить несколько заданий для него, а именно отдать некий амулет челу из лагеря, принести его шмотки из другого поселения и найти потерянный лук Гарика, который мы, кстати, должны реально искать. Но так уж вышло, что лук лежит в сундуке по названию Сундук с луком Гарика! А финалом этого безумия является просьба этого утырка. Он просит нас отпинать всех его рекрутов опыта ради, и чисто, чтобы им жизнь мёным не казалась. И этому новобранцу нужно еще поучиться. Он проиграл. 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 Я сразился с каждым из пяти новобранцев. Отличная работа! Я хорошо тебя обучил. И всё, на этом Доби свободен. Гарри говорит, что мы наконец сможем увидеть Горна, а дабы охранник у ворот не душнил, просит нас передать тому упаковки с травушкой-муравушкой. К слову, на стражнике с воротами диалоги окончательно отвалились, а потому я буквально был вынужден слушать тишину. Я так понимаю, мне уже порой даже нет смысла вам показывать диалоги в этой игре, так как их просто нет. А вот и Горн сидит пельмень в отместку за рабство и унижение, на его глазах выношу его хату и лишь после говорю, но и тут диалоги все сломались окончательно. Джазин Билл Но, они неиксы должныouter вчетвере, но, как и просто говорят, что их просто не göмер. Я очень устал, босс Очень устал Из обрывков диалоговой системы мы так и узнаем истинную причину замеса между Торусом и Горном Все люди в Мертане думают, что Горн начал войну, но как оказалось, Горн был вынужден напасть первым Так как, по имеющейся информации, Торус хотел изначально напасть сам Вот такие дела Дабы убедиться в правдивости данной инфы, Горн отправляет Шепитоху на встречу с неким магом Он-то все и расскажет Кстати, поскольку мы более не раб, забираем весь наш шмот, пару раз болтаем с Гариком по мелочи А именно передаем просьбу Горна подготовить войска Это не важно вообще Я натыкаясь, пожалуй, на самую комичную ситуацию, которая, наверное, и передает всю суть данного дополнения Ты вернулся? Да, Гарик сделает все, что нужно Отлично! Теперь посвяти меня в свои планы Я в безумном восторге У меня рука неудержимо к мечу тянется Нет Ничего нет Ну и ладушки Валим отсюда, короче Теперь нам надо найти мага Честно говоря, я уже не раз во время игры терял нить повествования Даже сейчас, когда я бегу к магу Я вдруг понял, что не понял А зачем вообще бегу за магом? Что он может мне такого пояснить? Что мне вообще до этого говорил Горн? Вот у вас бывало такое, что вы играете в игру, но происходящее настолько не воспринимается вашим мозгом Что во время игры вы проваливаетесь во внутренний монолог или какие-либо воспоминания? Вот и тут так же! Ладно, не будем одушным Лучше давайте убьем тролля Подходим к нужному месту Тут нас ожидает тот самый таинственный незнакомец Который помогает нам собирать штуки для убер-мега брони Я говорю не о настоящем А о будущем Он исчезает очень быстро Видимо, чтобы мы его не успели на три буквы послать Ну да это не важно Чёрт, да сколько же здесь всего не важно Место, где ныне находится маг оказалось в Орче Осаде Группу орков во главе с Каном пытались повязать мага Но у мага лютый плод армор А Шапитоха сумасшедший Был пацан И нет пацана Без него на земле весна Спасибо, что решил спасти меня Это был мой долг Ответь мне, маг Торус искал кости дракона Мне нужно знать зачем Он их не искал Ну и хрен с этой собакой тогда Чё мозги канифолить? Маг ничего нам толком не рассказывает Лишь поясняет, что Кан хотел, чтобы маг примкнул Торусу А важная инфа, которая нам это говорит Прийти сюда Тебе было предначертано судьбой А спасти меня или нет Это был твой выбор Ступай же Тебе многое нужно сделать И многое выбрать Лучше бы ты мне в ладошки насрал И то больше пользы было Обо всем этом рассказываем Гурну Торжет И помните тупой диалог Когда Гурн просил нас пояснить за наши планы А мы пояснить не могли Так как нужной строчки диалога не было Так вот теперь строчка появилась После этого квеста А мы тот диалог можем таки продолжать Вот это я понимаю Нарратив Расскажу Я вернулся, чтобы заново Объединить Миртану Зачем? Пропиток рассказывает, что хочет Объединить Миртану Чтобы люди могли нормально жить Без богов Гурн это одобряет Но рассказывает, что поможет только При одном условии Думаю, будь у нас больше сил Мы могли бы вместе заняться Торусом Где нам достать больше сил? Есть ли Ах да Есть ли Если Без проблем Я с радостью пойду и поговорю с Эли Да-да-да Теперь нам надо идти в Венград к Ли Но перед этим вот вам забавный рандомный квест Приветствую У тебя расстроенный вид Я более чем расстроена Я Я очень расстроена Из-за чего? Из-за мужа Надеюсь, он сгорит в огне Бабища жалуется, что ее муж жуткий и ужасный скряга Каких только можно поискать А потому она не находит иного пути Кроме как Хочу убить его Убей его И я дам тебе часть его золота Квест абсолютно гницкий Не удивляемся Но благо у нас есть возможность поболтать с ее мужем скряг И узнаем, что на самом деле она транжира Который купил на деньги мужа тролля На прокорм, который уходит очень много финансов А сама она шпехается с его другом Поэтому муж не находит иного пути Кроме как Я хочу, чтобы ты убил ее И моего друга За это я дам тебе в 10 раз больше золота Чем обещала она Мне аж даже интересно Что свое оправдание скажет данный любовник Вдруг сейчас игра блеснет? Приветствую Я не знал, что она жена моего лучшего друга Приветствую Так ты убил его Нет, я пришел убить тебя Что? Бабищу тоже убиваем и забираем бабки у скряги Все, на этом квест закончился А мы идем дальше к Ли Вообще у меня было огромное желание просто проспидранить финал игры Но вы понимаете, что это не наш метод, верно? А еще в игре можно выучиться переносить холод Но вот холодных локаций в игре нет Мы у Венгарда, где находится Ли К Ли нас не пускают Но пустят, если мы выполним серию квестов Удивлены? Влины? Ныны? Приветствую У меня важное дело Кли Мне нужно увидеть его Он занят У него встреча с жителями Они на грани паники Теодор рассказывает нам, что бушует некая эпидемия безумия Короче, на нас вешают задачу по решению этой проблемы Решим пропустят Кли Не решим не пропустят Кли Не пропустят Кли Не пропустят Кли Больные проявляют разную степень безумия И в самом деле Трудные времена Не знаю, чего они только сейчас на это обратили внимание Но мне кажется, что тут каждый второй психопат поехавший Это мне напомнило ту серию из Осторожно, Модерн 2 Про проклятие черного поляка Будут превращаться В дебилов Заразных Вот Далеко даже ходить не надо На выходе из Венгарда мы надыкаемся на психопата Который заявляет, что он сын Робара 2 Вот мой приказ Ступай и убей Ли Чтобы я получил его корону Ты зря живешь на свете Пожалуй, тебе следует умереть Я тебе покажу Тут бы по-хорошему полмирта нарезануть Но мы же типа ее объединяем И патриот А так с отечественниками нельзя, блин Ну а теперь суть квеста нынешнего Варде и люди сошли с ума Надо понять почему Поговорить нам надо с Марком Но Марк Ох Воин Марк Верни мой артефакт Сын Орка Не трогай моего папу А ты не трогай моего Он сошел с ума и начал бредить о неком артефакте Об этом рассказываем Теодору А Теодор же в свою очередь понимает И поясняет историю, связанную с реликвиями Вкратце В Ордееву пришла партия вещей После этого все с ума сошли Ныне решено Все побрякушки надо собрать Дабы безумие ливнуло из Ордея Что ж, так тому и быть Артефакты находятся у некоторых людей Для которых надо выполнить порой Странные, но простые задачи К слову, при каждом упоминании артефактов Люди агрятся Но из-за последственной озвучки Агрятся голосом спокойным Мне только нужны все твои артефакты Я сказал У меня нет на тебя времени Ты что думаешь, зелье на мы нас пошлет? Защищайся И что по итогу Для местного алхимика надо избить Некого Аздиса, так как тот сошел с ума И вызывает всех подряд на поединке Чтобы больше не баловаться траками Травмируем мечом в сердце Еще один артефакт мы покупаем за косами Следующий артефакт мы По наводке кузнеца Должны найти в Редике Где более никто не живет Но тут Да, именно тут Именно в данном месте Ныне живут чудовища Которых индусы создали с нуля Голодные траклодиты Они не рычат Не орут Не ругаются Они шипят И все Чудищ тут полно Убиваем и ярым тыканьем Лишаем големов жизни А затем и подбираем артефакт Следующий артефакт По наводке безумного Марка Забираем у Северина А самый последний Отдает Зигфрид Когда мы Приводим к нему волка Дабы тот стал его собакой Конечно же данные квесты Абсолютно убоги И кратко подытожив Я мог бы сказать Что мы делаем всякое И забираем артефакты Но вы же мне Не поверите Скажете Что я не показал Самый сок Самый интересный квест Вот например За пределами поселения Тусят две бабы И парень Который хочет нас якобы Избить за денежку Дабы произвести впечатление Да дам Мы бьем его сами А тянки рофли По-моему я победил Твоего друга в поединке Ааа Это не мой друг В отличии от тебя Ха-ха-ха На Возьми этот меч От меня в подарок Он сильнее Чем все то Что тебе предлагал Этот Нет Она дает Ровно такой же меч Который дал бы нам Чел Которого мы Только что побили Сделай одолжение Не называй в честь Кого-то Своих детей Приходим к Теодору С артефактами Он рад Но ему мало И теперь мы должны Ему найти потерянных Разведчиков Ребята Ребята Эти подстражи Орочи Орка я бью Но орк Бессмертный Но не стараниями магов А стараниями индусов Идем к Теодору И тот говорит Да Надо освободить Не мечом А словом Говорим орку Что если не отдаст ребят То ли его будет бить Быть может даже ногами Вместе с пленными Бежим до Венгарда Теодор доволен Но этого ему Мало Теперь надо поднести мясо зверей Дичь Ибо война Близко Отдаем ему Теодор доволен Но и этого ему Мало Теперь ему нужны Мешки с зерном Находим в Венгарде Мешки И отдаем Теодору И лишь теперь Нас пропускают А мы идем к Ли Весело Удовольствие Фантастическое Меня настолько задолбала Эта игра Что ныне заход В данный район Мне по ощущениям Сейчас сравним С заходом В верхних квартал Хаминес И первым же делом Я иду в нужное Секретное место Место где можно Закупить И залутать Балдежный И хайповый шмот Все Царь Господи Не лепота А Хуета В этом шмоте Я решаю пощеголять Перед кривозубыми Крестьянами Но вместо глаз Полных зависти Мне в панамку Накидал местный торгаш Хьюбертус И так Моя прекрасная жена Хочет немного Побродить по магазинам Отведи ее Фаринг И покажи ей Что где Смотри Чтобы она Не слишком Сдружилась С кем-то из местных Если ты Меня понял Когда Закончит с покупками Приведи ее назад Да ты Не Не ну не пойду Клик этому Сраному Вообще Я против Таких сексических Терминов Как Сельдь Просто У меня Уже Нет сил Нужно Нужно чтобы ты Поддержал Горна Не могу Ни привет Ни здрасте Сразу к телу Ли внезапно На Сыкичах Отказывается нам Помогать Так как генералы Не одобрят данный поступ Шапитоха идет Спорить с генералом Но пессимистично На все смотрит И говорит Что все тщетно И мирта Никто не поможет Даже некий Великий воин Не сможет Где он теперь Тот самый Могучий воин Он стоит Перед тобой Все И все К черту Все Идем дальше Финал близок Все Войско собирается Выступать Горну Али говорит нам Поговорить с магом верховным Как его зовут Как его зовут Эммануил Он нам нужен Хорошо Я пошел Маг прогоняет нам Какую-то Бессвязную Пургу Про Великое Но это Великое Буквально Ставлено В игру От того Чтобы Было Вставлено Только Время Покажет Только Теперь Результаты Твоих Дел Дадут Плоды Довольно Вопросов Уходи Тебя Ждет Год Эти мудрые Слова Нам потом Никак И по сюжету Никуда Ливаем Встречаем Ли Работяг Недалеко От Готы Да Это та самая Легендарная Армия Генерала Ли Без которой нам Горн Никак Помогать Не желал Посмотрите на эту Мощь Идите за мной Хорошо Их мы доводим До Готы И докладываем Горну Горн без лишних слов Сразу нам говорит Что у него есть Еще одно задание Надо спасти Оша Который как казалось Является Шпионом Горна Самого Оша На месте нет Орти докладывает Нашему герою В костюме Короля Робара Что так и так Ош под арестом Сегодня утром Когда он проснулся Его арестовали Под арестом Он находится в гробнице Недалеко Где орки Охранники Стоят И пускать нас не хотят Мы их убиваем И натыкаемся на орков Охранников Которые стоят И пускать нас не хотят Мы их убиваем Внизу сидит Ош Приветствую Ош Что? Кто ты такой? До этого Он сдал нас Солдатам Горна А теперь Он нас даже Не узнает Мы спасаем Оша И спасение наше Заключается в том Что Ош пока что Остается дальше сидеть здесь А мы же По его указке Идем из плена Спасать огненного мага И магом оказывается Мильтон С тобой все в порядке? Со мной порядок Но у Тороса в руках Глаз и носа Что? Как это? Я долго носил его с собой Чтобы он не попал В неверные руки Торос узнал об этом И привел меня сюда Ах так вот куда со времен второй части Делся глаз и носа Понятно Выводим Мильтона на поверхность У орков вопросов не возникает И идем к Ошу А Оша и Мильтон уже потом Ведем к Горну Я это говорил уже миллион раз Но скажу еще Обожаю квесты по сопровождению Ребят прям душа радуется Люблю быть проводником Приводим ребят Горн уже в нетерпении от того Чтобы отправиться Резать орков в трелисе Но рано Сначала с Мильтоном Ли, Горном и паладинами По наводке нашего друга мага Отправляемся в некую пещеру Где кукол Дуны вызывает на свет божий Некое очень страшное чудовище Их надо остановить Пока не поздно Или же хотя бы убить И отобрать карту С меточкой Где это чудовище проснется Доходим до пещеры И тут же завершается квест Тянущийся с самого первого ролика По созданию Убер-мега брони И все Теперь мы одеты В топ-бронику Спейс-марина В самой же пещере Режем арчатинные куски А потом режем чертовых магов Маги, кстати, жалят Больно и вообще неприятно А в конце же происходит Комичная сценка Где мы подходим К единственному выжившему магу И спрашиваем за все А тот такой О, ты сильнее торуса И более избранный Давай вместе мир захватывать Паладины режут малого Параллельно задевают Друг друга И потом уже режутся Насмерть между собой Но нас это не волнует Нас волнует то Что глаз Иноса Стоит один золотой Мильтон глядит на карту И отмечает нам места Где может быть зверь Но благо я помню Где находится зверь А потому мне Воландаться по миру нужды нет К зверю мы идем одни Так как Шепитоха Указала Мильтону Горну Илли Идти в столицу И готовиться к величайшей битве В истории Правда Битвы никакой не будет Ибо битва с чудищем Это по факту И есть финал Чудовище находится в редаке Вот глядите О, привет, дружочек Ты для меня ищешь? Боже, ты такой крутой А я молодой И вот Из-за этой сраней И весь сэрбор И именно это и есть Финальный босс игры Готика 3 Отвернутые боги К слову Тварь дикая Больно кусает Кастует молнии Вообще Во дняру я с этой сранью Биться не буду А потому Байчу ее в сторону орды Где мне на подмогу Приходят кривозубые крестьяне И вот уже с ними Я спокойно беру И... Блядь 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 Да Блядь И уже с ним Мы спокойно Диковину зверушку Попускаем Так 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 Надо успеть делать Спиртельный удар Чтобы у Вова Себя золотать Опа Да Я конечно получил Весь опыт Но настоящие герои Это вы ребята Молодец Милтон Мы не смогли Не смогли поймать Торуса У меня свои планы Для Торуса Друг Не нервничай Кстати А по сюжету Торус между прочим Убежал Но на деле не убежал И бессмертным неписям Гуляет себе По краю карты Где раньше находился Переход в земли бедуинов Видимо по сюжету Он туда бежал Мда Ну да ладно Вот он Финал Все нам говорят Какие мы молодцы Как все хорошо И то что уж теперь В Миртане будет мир А нашего же Шапитоху Демократическим выбором Между братанами Решает посадить на трон И сделать новым королем А потому нашего героя Теперь зовут Робар Третий Король Робар Третий Мой меч Будет служить тебе Но ведь У тебя же топор Мой меч Будет служить тебе Садись На трон Трон твой Занимай свой трон Я сражался за эту землю И проливал за нее кровь Я прошел много битв Ради того, чтобы увидеть Новую Миртану Я намерен вовеки Хранить ее славу Я намерен вовеки Защищать ее Настало время перемен Настоящим я объявляю Миртану Своим королевством И нарекаю себя Правителем Новой Объединенной Миртаны Я Король Робар Третий Единый правитель Всей Миртаны Какая это все Дрясня Господи Ну что это за понос Оредился И ради этого Я рвал себе жопу Гасил мозги И сходил с ума Это настолько Отвратительная игра Что она даже Не заслуживает Чтобы ради нее Старались Какой-либо контент делать А я начинал То пояснял Мотивы Лор Напрягал Меднохудожников Арты рисовать И ради чего Ради чего Ради пердодемов Пердодемонов В конце Ради того Чтобы Касипошу Назвали Робаром Ради чего Эта игра Настолько Отвратительная Что само ее существование Это уже оскорбление И пираньи И самих фанатов Короче нет Все Хватит Все Все Ролик заканчивается А Серия Видосов По отвернутым богам Завершается Простите Что финал Получился Такой Скомканный Сумбурный Но самое главное Я закрыл Этот гештальт Я покончил С отвергнутыми Богами И теперь Я могу заняться Чем-нибудь Интересным До скорых встреч Мои Дорогие Друзья Это закончилось Все Я рисую На сваде Белым-мелым Словом Хватит Хватит Жить И хватит Боли Отпусти Себя На Болю Я рисую Белым-мелым Все Что тогда Плохо Отдела Линии Взлет Кардиограмма Сердце Мира Терпит Раны И я Летовая Пудра В ней Ты Я Жил Такая Ты же Акула Ты же Безубая Завтра Белый щек В лужах Ты Десятки Машин За собой Следы Оставят Разноцветных Шин Редактор субтитров Корректор А.Егорова